Что, девчонки, мы в Травичке, сейчас с вами пообщаемся. Илоночка расскажет свою историю, и в Травичке сидит. Вторая серия. Да, вторую серию. Хочет свою историю рассказать. Бесконечная, вернее, серия. Да, мои хорошие. Всем снова добрый день. Сейчас я хочу рассказать о нашем, так сказать, небольшом путешествии по Европе к нашей цели. Не то, что цели, но решили, что поедем именно в Чехию, потому что было куда ехать. Я уже говорила о том, что у брата была открыта виза двугодичная на работу в Чехии. Он получил эту визу еще в середине января, но ждал немножко, чтобы подзаработать денег, оставить маме на дочку и благополучно уехать. Скажем так, по-хорошему. Но по-хорошему уехать не получилось. Уехали все по-плохому. Продолжение следует. Сели мы в поезд, как я уже говорила. Чудом мы туда втиснулись. Народу было очень много. Первым пошел брат. Пускали только женщин с детьми в первую очередь. Я говорю, Вадик, давай документы на Веру, и пошел. Аню, говорю, за шивороты давай, пхайся в поезд. Там все начали кричать. Ну, конечно же, паника. На вокзале все хотят сесть. Народу просто немерено. Прошел брат в вагон, провел дочку. Потом вернулся за нами. Я эту переноску с котом впереди. Говорю, кота пропустите. Говорю, мы все вместе пропустите кота. Я за котом. Бабуля, говорю, давай за мной. Схватила маму. Протолкались мы в этот вагон. Ну, так еще и доехали ничего. По три человека на кушетке. Это был плацкартный вагон. Была вода для питья. Была горячая вода. Но единственное, что всем сказали, за что рить окна. И когда стемнело, выключили свет. Вот, вы сами понимаете, почему. Ехали мы в объезд Киева. Мы ехали не через Киев. Потому что, сами понимаете, это было очень опасно. Благополучно мы добрались до Львова за 20 часов очень быстро. Вышли на вокзал. И дочь моей подруги из Полтавы дала мне номер телефона волонтеров. Они приехали, нас забрали на вокзал, привезли в свой дом. Было очень уютно, было очень хорошо. Вы знаете, вот самый такой был кайф, когда мы зашли в дом, а там тепло. Там тепло. Можно было снять обувь, можно было снять пальто, можно было пойти в душ. Забрали наши грязные вещи, нашу грязную одежду. Увезли там куда-то на стирку. Ребята чудесные, очень хорошие. И сразу же нас с братом отвезли в магазин, чтобы мы купили для себя все необходимое. Потому что, я же вам говорю, валили дальше, чем видели. Даже зубных щеток у нас не было с собой. То есть ничего, только самое необходимое. Два дня мы отдохнули, покушали, поспали. И потом утром нас отвезли на польскую границу. Ребята знали, где переходы, что самое меньше людей. Прошли мы очень быстро. Пропускали всех без особой проверки. Так, собрали паспорта, через 15 минут нам их вынесли. Животных вообще не проверяли. Тут же нас подхватили бусики и отвезли нас в лагерь для беженцев. Ну, такой, знаете, полустаночек небольшой, чтобы так передохнуть, покушать и дальше в путь. Там мы вкусно очень нас накормили. Было также там все необходимое. Шампунь и гели для душа, салфетки влажные. Там какие-то пледы для детей, сладости. Вплоть до того, что разукрашки, фломастеры, мелкие цветные книжки. Для животных там были корма, еда была для животных. Мы немного подождали. Подошел автобус, мы поехали на вокзал и сели в поезд до Кракова. Довольно долго мы ехали, наверное, часов в пять. Приехали мы в Краков. Все там тоже в Кракове на вокзале было оборудовано под беженцев. Раздавали пледы, горячая еда, чай, кофе, молоко. Все, что хотите. Поляки очень тепло нас встречали, очень хорошо нас приняли. Очень много волонтеров русскоговорящих, украиноговорящих. То есть неудобств не было абсолютно никаких. Ночь мы переждали в Кракове, потому что в поезд на Прагу... Вернее, нам надо было сначала ехать на Вроцлав. Не было сидячих мест. А сами понимаете, у меня пожилая мама, маленький ребенок, еще кошак. То есть нам нужны были места. Утром в семь утра мы сели в поезд на Вроцлав, доехали до Вроцлава. Потом мы поехали до Праги. Потом мы поехали на поезде тоже до границы с Чехией. Там опять же пересели и поехали уже на Прагу. Приехали мы на Прагу. Пересели опять мы на другой поезд и поехали на Пелзень. Приехали в Пелзень. Там нас встретил аккуратор брата на машине. Приехали мы уже очень поздно. Уставшие, понятное дело. Уставшие, замерзли, было холодно. Привезла она нас на квартиру, и мы просто попадали спать. Утром с братом встали и пошли по магазинах, потому что не было ничего у нас. Опять же, для этой квартиры. Купили тряпки, купили швабры, купили еду, купили моющие средства все. Пришли домой и занялись уборкой. Ну, там дяденька жил в квартире в этой. Сами понимаете, что такое дяденька. Дяденька там, наверное, не убирал за все то время, что он там проживал. Убрали мы, привели квартиру в порядок. И потом, на следующее утро мы поехали с племянницей в Прагу. С племянницей, с братом. Купили там кое-какую одежду, погуляли. Карлов мост. Посидели, покушали пиццу, попили чешское пиво. Поехали домой. И уже с понедельника начали осматриваться. Брат еще не работал. Он только лишь через неделю вышел на работу. И мы изучали город. Опять же, в Тулзене было очень много волонтерских палаток, где также оказывали помощь. Помогли мне чипировать, вакцинировать мою кошку. Очень тепло нас принимали и чехи, и поляки. Очень радушно. Во всем помогали. Но языки похожи с украинским. Так что затруднений не было никаких. Но у меня в планах был Стамбул. Через три недели, вот как вы видите, я оказалась здесь. В моей семье сейчас все в порядке. Брат уже работает третью неделю. Мама пока дома. Племянница пока что в школу не ходит. Мы еще думаем отдавать ее в школу на эти два месяца, не отдавать. Ну, там уже они сами будут решать, как им лучше. Вроде бы сказали то, что беженцам, те, которые уехали за границу, и дети не имеют возможности учиться. Вроде бы как им всем выдадут документы об окончании соответствующего класса школы. Вроде бы как начинается дистанционное обучение. Ну, вы знаете, я думаю, это не самая большая проблема по сравнению с тем, что мы живы, что мы в безопасности. Мы можем дышать, говорить, ходить по этой земле. Ну, а я, я так думаю, я стою здесь. Я очень люблю эту страну. В 2019 году я объездила всю Эгейское побережье. Была в Алачаты, в Измире, Фоджа, Эфес. Прекрасная страна, красивейшая страна, добрейшие люди, позитивные. Вот знаете, что мне нравится в турках? Они умеют радоваться мелочам. Они умеют радоваться каждой травинке. Они умеют радоваться всему. Может быть, поэтому... Может быть, поэтому эту страну более-менее беды обходят стороной. И они очень сплоченные. Они очень сплоченные, если у тебя какая-то беда или там ты чего-то не знаешь, как пройти тебя, вплоть до того, что за ручку тебя возьмут, отведут, куда тебе надо. Я очень люблю Турцию. Я надеюсь, что я здесь останусь. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо вам всем за просмотры. Спасибо моей Марусичке. Опять же, не устаю ее благодарить, не перестану ее никогда благодарить. Мой золотой, светлый человечек. Спасибо и тебя, родная. Ты уже в Стамбуле, в безопасности. И это главное. С Божьей помощью прорвемся вперед. Все будет хорошо, потому что ты со мной. Да, и мы вместе. Да, мы вместе, и у нас все получится. Если моя дочь есть, которая постоянно звонит, что вам надо, что помочь. Все будет хорошо. Вы берегите себя, мои хорошие. Берегите свои семьи. Радуйтесь жизни. Радуйтесь каждому светлому, спокойному, мирному, счастливому дню. Берегите себя. Пусть вас Бог хранит. Все будет хорошо. Радуйтесь. Радуйтесь.